С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан сегодня 11 августа пятница. В студии Фарида Чупанова доброе утро. В Дагестане продолжается реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В новые дома планируют заселить 430 семей. Очередной объект с проверкой посетил председатель правительства Дагестана Абдусам Адгамидов. Премьер поинтересовался вопросами коммуникации, обустройства дворов и прокладывания дороги. Эту проблему он обсудил с подрядчиками и ответственными лицами. На представленном плане постройки глава правительства наглядно показал, каким образом можно проложить дорогу. Помимо этого планируют создать зеленую зону, парки и места для отдыха. На месте будущей дороги уже работает техника и делается все для своевременной сдачи объекта. Два дома готовы на 99 процентов, остальные 6 домов, но степень готовности где-то от 85 до 95 процентов по этим домам тоже идут внутренние отделочные работы. Здесь одна проблема – это дорога. Потому что по проекту, по самому комплексу, дорога должна проходить отсюда до конца. Вы видите, какие здесь заросли, застройка. Поэтому, учетом того, что все равно должна быть здесь дорога, не откладывая на потом, мы решили до 1 сентября, отсюда до этого микрорайона, где уже стоят дома, пробить дорогу, заасфальтировать и сделать полноценную нормальную дорогу. В правительстве Дагестана под руководством заместителя председателя правительства республики Екатерины Толстиковой состоялось селекторное совещание по вопросу обеспечения подготовки образовательных организаций к новому учебному году. Разговор шел в режиме видеоконференц-связи. Свои замечания озвучили представители Роспотребнадзора, МЧС и МВД, которые вице-премьер поручила главам муниципалитетов устранить в кратчайшие сроки. Кроме того, поручено взять процесс подготовки школ к новому учебному году под особый контроль, отслеживать ситуацию ежедневно, лично посещая все объекты. В Пятигорске продолжают работать тематические площадки всех северокавказских субъектов, которые объединил форум Машук. Наша делегация уже представила свою экспозицию в рамках Дней Дагестана. Успели участники познакомиться и с культурой, традициями своих соседей. Пятый день форума ознаменовался приездом самого известного российского доктора Леонида Рошаля. Он встретился с ребятами, где не только рассказал о новых достижениях современной медицины, но и ответил на вопросы, которые волновали регионы. Репортаж Софии Кимиловой. Давайте сначала я задаю вопрос. Кому не нравится лагерь, подними руку. Вот так неожиданно с вопросов самим участником началась встреча с детским врачом, как сам он просит себя называть, опуская все регалии Леонидом Рошалем. И уже потом рассказал о том, что в его жизни очень многое связано с Кавказом. Ведь еще студентом он вместе с друзьями поднимался на Эльбрус. И одна девушка из этой компании стала в итоге его женой. Были и воспоминания, которые связаны с черным днем в истории всей страны. Я не сказал еще про Беслан, который меня утром 1 сентября террористы вызвали туда. Я прилетел в первый день и вел переговоры с ними. И этот ужас, который был потом, и работа с детьми, нет ни одного ребенка раненого, который поступил бы в больницу, которому я бы не проконсультировал. Но все-таки, отметил Леонид Михайлович, с Кавказом у него только добрые ассоциации. И форум Ашук, по его мнению, призван только укреплять отношения между народами СКФО. Очень здорово, что это все придумало. Что очень здорово, что мы все вместе. Много центробежных сил, которые пытаются разорвать. То, что разорвать нельзя. Потому что если это сделаем, это будет кровь, это будет ненависть, это будет нехорошо. И вы, которые сюда приехали, вы часть того, не только молодежи, молодежи, которые понимают, что надо вообще чувствовать локоть друг друга, брать от каждого то хорошее, что есть, передавать отпуск и понимать, что рядом с вами не враги, а рядом с вами нормальные люди. После у участников форума появилась возможность задать свои вопросы самому известному российскому доктору. Причем все они начинали со слов бесконечного уважения к профессору. Если человек сможет все заменить себе, руки, ноги, то останется ли у него душа? Мы в жизни так оцениваем и говорим обычно, вот это у душа хорошая, а это у душа плохая. То есть мы с вами формируем образ человека с душой. Мы понимаем, что это. Может быть, очень сложно сесть к листу бумаги и написать, вот человек с душой, это человек без души, это можно, но, наверное. Но думаю, каждый человек унесет душу. Пятый день форума – День Карачаева Черкесской Республики. И в лагерь приехал глава КЧР Рашид Тимрезов, чтобы встретиться с представителями делегаций и ответить на их вопросы. Суть моего проекта в том, чтобы раздельно собирать мусор. Как вы посоветуете нам дальше развиваться? Смогу, допустим, чтобы все главы муниципальных районов, ну или, по крайней мере, наших городов обратили на это внимание, по вашему проекту поставили урны. Ну а завершился пятый день традиционно концертным представителям всех делегаций, которые подготовили несколько номеров. В ходе рабочей поездки в Хунзахский район министр культуры Зарима Бутаева посетила ряд местных учреждений культуры. Совсем скоро в селении Цада после капитального ремонта откроется Дом культуры. Согласно постановлению правительства России от 20 июля 2017 года, муниципальные дома культуры в городах и селах получили субсидии из федерального бюджета. Средства выделяются Домам культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках программы развития культуры и туризма Министерства культуры России. Ремонт Садинского дома культуры планируют завершить в сентябре этого года. Долгожданная просьба услышана. Алибекалиев навестил Рашида Салманова в селении Анди. Повод приезда весьма приятен. Молодой мужчина написал письмо на имя главы республики с просьбой помочь перебраться в столицу, чтобы быть ближе к врачам и современной медицине. После аварии Салманов не может самостоятельно передвигаться, и вопрос с жильем в Махачкале для него не просто важен, а жизненно необходим. Из Ботлихского района репортаж Магомеда Баширова. Обращение такого человека. Я дал поручение своему советнику по социальным вопросам, чтобы посмотреть, поговорить с собой, чем ты нуждаешься. Для Рашида Саламанова визит уполномоченного главы республики стал приятной неожиданностью. В разговоре с парнем Алибекалиев рассказывает о прямом поручении Рамазана Абдулатипова выехать на место и лично встретиться с Рашидом. Обязательно этому парню мы поможем. Это были слова главы республики. Он мне сказал, лично поезжай сам, увиди его, посмотри, как, что. На сегодняшний день что реализовано, и что реализовано, и дальше как нам работать, для того, чтобы ты был доволен. Для прикованного к постели человека любое внимание очень важно. Главная просьба парня помочь при обретении жилплощади была услышана властью. Эта новость стала приятным сюрпризом уже для гостей. Много поручений есть в главе республики, многое выполняется, но вот такие щепетильные вещи иногда проскакивают. И поэтому, видимо, он мне поручил лично самому поехать, увидеть вас и от ваших уст услышать, что вы получили от главы республики. Жизнь Рашида, как и многих молодых парней, перевернула авария. Несмотря на проведенные операции, двигаться он не может. Последствия дорожно-транспортного происшествия оказались тяжелыми. Я уже 4 года никуда не езжу. Так как я дома занимался усердно. Дал такие нагрузки, был перелом ноги, вот шейка бедра отсюда. 15 дней дома лежал вот здесь. Потом поехали мы в район, обратно сломали ногу, поставили скопы. А нога еще не сгибается. Признаков депрессии, присущих больным с таким диагнозом, у Рашида нет. Только благодарность всем, кто ему помогает, и уверенность в счастливом исходе. Врачи говорят, со временем, когда время пройдет, со временем потихоньку должен восстановиться. Ну, это, конечно, наш лучший лад. Надежда всегда есть. Бесплатный мастер-класс маркетинг интернет-проекта проведет сегодня в Махачкале, в Дагестанском университете народного хозяйства, менеджер по индустрии Google Арсен Исрапилов. В рамках семинара он расскажет об опыте в области маркетинга и развитии интернет-проектов, от базовых понятий из классической теории до современных методов и частых ошибок. Выставка народных художественных промыслов и презентация туристско-рекреационного потенциала Дагестана открылась сегодня в Москве. Мероприятие организовано в целях ознакомления москвичей и гостей столицы с уникальными ремеслами республики. На выставке представлены знаменитые табасаранские и хивские ковры, ювелирные изделия из кубачи и гацатля, а также унцукульские изделия из дерева. В ближайшие сутки по низменным и горным районам Дагестана местами небольшой и умеренный дождь. По приморским районам днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем восточный, юго-восточный 9-14. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Температура ночью 23-28, днем 32-37, по приморским районам 28-33. В горах ночью 16-21, местами до плюс 26, днем 23-28, местами до плюс 33. В ближайшие сутки в Махачкале ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 31-33 тепла. Температура воды в море 25 градусов. На этом наш утренний выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Хорошего дня и всего доброго.